Чистейший и ценнейший человеческий генофонд. В Средней Азии являются таджики. Недругие таджики являются тоже одним из самых древнейших народов Средней Азии. Они тоже ниоткуда не приходили. Это представители Персии. Это ираноговорящие люди. Это персидская цивилизация. Это одна из самых-самых мощнейших, самых развитых цивилизаций в древности. Так вот эти люди есть. Они хранят в себе этот генофонд. Таджики это арийцы. Это чистейшая, ценнейшая национальность. Генофонд, человеческий генофонд. Таджики являются самыми красивыми людьми в Средней Азии. И в связи с этим, и это особенные люди таджики. Это добрейшие, мудрейшие, умнейшие люди. Самые таджики это настоящие мусульмане. Правильные, настоящие мусульмане. Очень большая ошибка судить, сам к таджикам относиться как к каким-то слабеньким, таким-то никчемным гастербайтерам. Типа таджик, таджик. Хочу сказать то, что когда в следующий раз вы увидите таджика, или сам встретите представителя этого народа, так знайте, что таджики на голову, а может и на две головы, выше, лучше, во всех смыслах, всех остальных народов СССР. Нравится вам или не нравится? Они арийцы. Это чистейший, ценнейший человеческий генофонд. Вот до них дорасти надо. Дорасти надо до них. Так что таджики такие, таджики очень сильные. Это наисильнейшие, наимудрейшие, самая красивая национальная Средняя Азия. Очень древнейший народ, очень древнейший народ. Это Персия, это представители Персии. На территории СССР кто с ними может поравняться с Персией, с этой мудростью? Вон, азербайджанцы тоже представители Персии. По ним же видно. Тоже очень образованная нация. Так что вот так вот, дорогие мои мусульмане и немусульмане. Прошу вас помнить о том, что когда вы видите таджика, помнить о том, что этот народ генофонд. Может быть не конкретная личность, которая перед вами. Может он там дворник, уборщица, что-то. Может гастарбайтер. Но в жилах этого человека течет арийская кровь. Нравится вам или не нравится. Это никого не интересует. Факт остается фактом. Факт остается фактом. Продолжение следует...